Всем привет! Вот и подходит к концу 2016 год, и мы решили сделать серию роликов о личной жизни наших знаменитостей. Сегодня расскажем о самых громких разводах и расставаниях звездных пар. Классический развод с битьем посуды и выяснением, кто виноват, произошел у горячей пары Никиты Джигурды и Марины Анисиной. До сих пор достоверно неизвестно, кто же из бывших супругов стал инициатором расставания. В ток-шоу Бориса Корчевникова Марина призналась в бытовом насилии и в собственном нежелании дальше терпеть то ли ведические, то ли каббалистические выходки Никиты. Актер, в свою очередь, уверяет, что развода захотел сам по причине пьянства жены и встречи с новой музой. Так или иначе, отягостный бракоразводный процесс завершился официальным расставанием и отъездом Марины Анисиной во Францию от греха подальше. Самым неожиданным оказалось расставание семейства Тарабузовых. Так еще совсем недавно называли пару Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Зашкаливающий уровень влюбленности шоу-дивы и футболиста наблюдала вся страна. Конечно же, с подачи самой Ольги, ежедневно публиковавшей мармеладные снимки в Инстаграм. Казалось, что моя-мой никогда не расстанутся, но грянул гром, и вот уже в социальных сетях появляются слезы, скандалы, обвинения и разоблачения. Пара долго не сообщала о расставании, но по косвенным признакам поклонники поняли, что кризис Бузовой и Тарасова – это вовсе не рекламный ход. И не ошиблись. Когда откровенная переписка ведущей «Дома-2» появилась на просторах интернета, играть в семью больше не было смысла. Несколько пар распалось почти одновременно, хотя к разрыву они шли разными дорогами. Татьяна Буланова и Вячеслав Радимов прожили вместе 11 лет, и казалось, этот брак был образцом благополучия. Но в действительности супруги переживали испытания ревностью, изменами и предательством. Пара не выносила из избы ссор и редко давала интервью. Лишь в октябре этого года противница излишней публичности Буланова опубликовала в Инстаграме пост о романе супруга с ее близкой подругой. Позже публикация исчезла из аккаунта Татьяны, а в начале декабря появилась другая – о благодарности за проведенное вместе время и обещании дружить несмотря ни на что. Слово «развод» так и не прозвучало, а значит, для этой пары еще не все потеряно. В октябре 2016 года о расставании сообщила и Алена Апина. Прожив 25 лет в браке с Александром Иратовым, певица решила вылететь из брачного гнезда. По признанию Алены, эти отношения изжили себя. Апина винит в разводе время, копившуюся годами усталость и полное расхождение в интересах. Расставание прошло мирно, без выворачивания грязного белья и плетения интриг. После развода у певицы открылось второе дыхание. Она дала несколько концертов США, снялась в эротической фотосессии и занялась съемками нового клипа. Возможно, скоро мы узнаем о новой любви Ксюши российской эстрады. Воспринимать развод пар, проживших вместе несколько десятилетий, всегда нелегко. Особенно, если это пара Федора и Светланы Бондарчук. Встретившись в юности, они пронесли яркие чувства сквозь время и испытания. А в марте этого года Светлана неожиданно объявила о разводе. Оказалось, что семья, которой так восхищались миллиону поклонников, перестала существовать гораздо раньше. На публике Бондарчуки все еще показывались вместе, но жили уже порознь. После официального развода бывшие супруги ударились кто во что. Федор в новые отношения с Паулиной Андреевой, а Светлана в светскую жизнь и развитие редакторской карьеры в журнале Hello. Прохор Шаляпин за последние два года стал настоящим профи в расставаниях. Причем каждая из них была громким и обсуждаемым. Не успев официально развестись с бизнесвумен Ларой Копенкиной, певец уже объявляет о разрыве с новой женщиной, актрисой Анной Калашниковой. С последней у Прохора была хоть и недолгая, но красивая любовь, завершившаяся скандальным разбирательством по поводу установления отцовства. Шаляпину так и не суждено было стать ни биологическим отцом родившегося у Анны малыша, ни официальным мужем молодой актрисы. Еще один гражданский брак распался в октябре этого года. Юлия Началова еще недавно признавалась Лере Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион», что абсолютно счастлива с хоккеистом Александром Фроловым и не против соединиться с ним официально. Но уже через неделю пресса зашумела новостью – Началова и Фролов больше не вместе. Слухи подтвердила и сама артистка, сообщив в Инстаграме о расставании со своим мужчиной. Пятилетние отношения прервались неожиданно, но о причинах развода до сих пор ничего не известно. Даже у таких идеальных женщин, как певица Зара, в паспорте может появиться штамп о разводе. Сладкоголосая певица откровенничала в передаче Юлии Меньшовой «Наедине со всеми», рассказывая о расставаниях и приятных переменах после него. По словам Зары, брак погубил ее неуемное стремление к идеалу. Через 8 лет беззаботливой семейной жизни и рождения двоих детей певица пришла к выводу, что ее брак уже не будет таким, о котором она мечтала с детства. Развод показался Заре лучшим выходом из положения, и теперь одной завидной невестой в российском шоу-бизнесе стало больше. А вот Анастасия Макеева после недавнего развода с Глебом Матвичуком не открыла в себе второго дыхания. Наоборот, для актрисы разрыв оказался настоящей драмой. Звезда «Офицеров 2» и «Ледникового периода» грустила и делилась своей печалью с подписчиками Инстаграма. По признаниям Анастасии, в ее отношениях с Глебом возникли необратимые явления – отсутствие интереса и тотальное равнодушие со стороны любимого. Спасать уже было нечего, а потому супруги разошлись, как в море корабли. Более спокойно восприняла расставание с мужем певица Наргиз. Однако сам бракоразводный процесс, как и последние годы совместной жизни, спокойными не были. Голосистая певица сравнивала развод с адом, ведь муж шантажировал ее и требовал отступные в размере 40 тысяч долларов. Благодаря опытным юристам и стойкости самой Наргиз, суд все-таки развел супругов, проживших вместе без малого 20 лет. На этом все. В следующий раз расскажем о звездных мамах, родивших в 2016 году. Ставь лайк, подписывайся на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok